Всем привет! Сегодня первый день апреля, а это значит, что пора подводить итоги прошлого месяца. Но несмотря на то, что сегодня 1 апреля, и этот день обычный день дурака, день смеха, все суммы, цифры будут реальны. Для начала хочу сказать спасибо всем, кто подписывается на канал. Вас становится нам очень все больше и больше, чему я несказанно рада. Виталик тоже, естественно, рад, поэтому продолжайте подписываться, не забывайте, проверьте, подписаны или нет. Если нет, то обязательно сделайте это и продолжайте писать нам хорошие комментарии, потому что они реально помогают вам многом. Особенно в последнее время я заметила, что я даже с помощью вас смогла сэкономить. Это на самом деле все круто. Итак, ну начну с самой, наверное, естественно, большой графы, траты, да, в моем списке это жилье. Жилье у нас в этом месяце обошлось в 4000 злотых. Точно так же здесь Виталик сделает какой-то калькулятор, который будет продолжать считать, помогает нам считать. 4000 злотых мы потратили в этом месяце на жилье. Что это? Это 2700 арендная плата с чейнджем, то есть с коммунальными услугами, и 1300 в этом месяце мы отдали кауце. Напомню, если вы не смотрели предыдущее мое видео, да, когда мы заехали в эту квартиру, кауце составляло 4000 злотых. Мы сказали, что это достаточно много, на что нам не предложили ее сделать меньше, нет, нам предложили ее разделить на 3 месяца. И мы с радостью согласились. И вот в первом месяце она составила 1400, в этом 1300, и в следующем нам тоже придется отдать 1300. Но ситуация сейчас крайне тяжелая, и не только у нас, да, мне кажется, по всей стране в целом, очень многие потеряли работу. Кто-то просто сидит дома в отпуске, да, кому-то платят, кому-то нет. В общем, все сложно. И на фоне этого, да, как бы я начитала в группах, в группе в фейсбуке, да, Кракова, что многие связываются со своими арендодателями и предлагают им, или даже арендодатели связываются со своими каванжетерантами и предлагают им разные варианты. Кто-то предлагает вообще, то есть на пару месяцев отказаться от арендной платы, да, и чтобы просто квартиросъемщики платили только коммунальные услуги. Кто-то предлагает, ну, платите вот сейчас по 50% арендной платы, ну и все, да. Кто-то предлагает сейчас по 50%, а потом, когда вам будет полегче, вы вернете эту разницу. То есть варианты абсолютно разные. Вот я хочу, чтобы мы с вами в комментариях порассуждали на эту тему. Как вы думаете, какие варианты можно предложить своим арендодателям, да, потому что скоро 10 число, 10 числа каждого месяца я плачу, естественно, за квартиру. И то, что у меня каутс в следующем месяце, не каутс, да, каутс, я точно хочу поговорить, ее отменить или перенести на лучшие времена, а вот что делать с арендой, что можно предложить. Потому что все-таки я рассчитывала немного на другое. Я рассчитывала, что я в марте найду работу, и что у нас в апреле уже финансовое наше положение станет еще лучше. Очень хорошо, что Виталик работает, да. Так что давайте порассуждаем на эту тему, что, какие варианты можно предложить своему арендодателю. Вот. Дальше. Дальше в этом месяце я думала, мы не пойдем в аптеку, но Виталик немножко приболел. У него было, если вы видели это видео, когда у него опух глаз. В аптеку я в этом месяце ходила и потратила там 41 злотую. Это не много, это был всего лишь спрей от насморка и какие-то постилки от боли в горле. Ну, хорошо, что все обошлось буквально два дня, и он даже не заболел толком. Все нормально было. Дальше были документы. Документы. Какие документы? 110 злотых. Я отдала в этом месяц на то, чтобы сделать анализы в Макдональдс, да, с Анапит. Но при этом, как бы, по факту они у меня просто лежат сейчас. Но я очень надеюсь, что они мне пригодятся, потому что говорят, что они действительно помогут пять лет. Дальше. Буквально позавчера я отдала на перевод свой диплом, так как я планирую поступать в полициальную школу. И за перевод диплома отдала всего 35 злотых. Спасибо моим подписчикам, которые посоветовали мне, что приложение к диплому переводить не надо. Я сэкономила там порядка 150 или даже больше злотых. 35 я отдала, то есть здесь все фиксируется. В этом месяце потратила на игрушки, но немного, 30 злотых. Можно было бы, конечно, больше, дети были бы с радостью вообще, как бы приняли любые игрушки, которые мама с папой покупает. Но вот в этом месяце пока 30. Дальше были констовары и книги. Немного купили тетрадок для славы. Купила себе книжечку, изучаю польский. Скажем так, мое обучение продвигается, но я не тороплюсь, потому что я возвращаюсь очень часто назад, чтобы закрепить те знания, которые получаю. В общем, немного в этом месяце на констовары и книги. 60 злотых, 50 грошей. Потом была такая графа, как одежда. В прошлом месяце у нас она вообще незначительная, там около 10 злотых. В этом месяце 85. Без нее, конечно, можно было обойтись, одежда есть у всех, но Роман раскрутил меня на, скажем так, в садике порвались его тапки, кроксы, я уже об этом рассказывала. И я пошла покупать кроссовки и взяла, естественно, его с собой. И он раскрутил меня еще на штаны, на куртку. В общем, 85 злотых мы потратили с ней. Бытовая химия тоже в этом месяце у нас прям так очень скромненько, 59 злотых. Туалетная бумага, кстати, там тоже есть. Да, она у нас в этом месте закончилась, и мы со Славой, это было целое приключение, как мы за ней ходили. Она говорит, я не паникер, я не пойду за бумагой, мне стыдно. Я говорю, да ладно, успокойся. В общем, бумагу мы покупали тоже. На мобильную связь в этом месяце мы потратили больше, чем в прошлом. Почему? Хотя, казалось бы, должна быть сумма та же самая. Дело в том, что один наш подписчик узнал, что у Славы у нашей нет телефона, что она у нас вот такая вот Маша растеряющая, их очень часто теряет, предложил свой телефон, который он не использует. Мы думали соглашаться или нет, потому что мы реально принципиально не хотели ничего ей сейчас покупать. Но так как понимали, что все-таки в другой стране, в незнакомом городе, пусть лучше будет связь с ребенком, мы согласились и нам прислали телефон по почте. Поэтому на Славу в этом месяце мы тоже потратили деньги на связь. 30 злотых, напомню, у нас стоит пополнение на один телефон. И там еще 10 злотых положили на сим-карту Романа, чтобы она была активная. То есть 90 злотых. 3 на 30 и плюс 10. Дальше. Дальше у нас было обустройство дома. В этом месяце эта графа была намного меньше, потому что она составила всего 90 злотых. Я купила один комплект постельного белья. И что еще? И что-то еще? А, и подставку для фруктов. По-моему, вот она. И подставку для фруктов. Все. Транспорт чуть меньше, чем в прошлом месяце. Мы не стали пополнять проездной для Ярослава, так как у нее есть. И просто пополнили свои проездные на 106 злотых. Это на все направления. Но, если честно, то есть Виталик, да, Виталик пользуется очень хорошо, как бы регулярно ездит на работу. А я, по факту, не так часто, так как тем более сейчас карантин, никуда не езжу. В магазин у меня недалеко, даже если в какой-то другой магазин, но все в пешей доступности. Вот. И я, честно, я не знаю сейчас, что делать. Пополнять мне на следующий месяц проездной или не пополнять. Я еще буду думать. Потому что все-таки это 106 злотых. И переходим. Еще осталось у нас две графы. Это детские сады. Детские сады у нас получились достаточно дорого. И при этом не оправданно. Сад оплачивается наперед. И за сад Ромы я заплатила 319 злотых. А за сад Тимура 262,50. Не знаю, почему так много. Скорее всего, у Романа это без занятий. Как раз вот тех, которые не обязательно. Мы записали с ним на дзюдо, на английский и на спорт. И здесь, скорее всего, не включены эти суммы. Нам очень повезло с детским садом. Потому что, если ребенок не ходит в детский сад, мы за него не платим. Но платим за занятия. Но, скорее всего, в связи с карантином, нам эту сумму реально пересчитают. И мы не будем платить. Так как весь сад не по нашей лине. Мы не ходили в сад. Весь сад закрыт. Но я слышала, что в частных садах, особенно в жлобках, они обязаны платить. Мне кажется, это такая глупость. Как можно платить, если по всей стране карантин и сады закрыты? Вот, хочу услышать ваше мнение. Наверняка у вас есть дети, особенно маленькие. Если вы ходите в частный сад, платили ли вы за то время, когда вот ребенок сейчас на карантине? Мне кажется, нет. Потому что это наверняка какая-то форс-мажорная ситуация. Так. Ну что, мы добрались до самые интересные графы. Сколько же мы в этом месяце съели? Ну, сразу напомню, что было в феврале. В феврале эта сумма была 1070. Но это был все-таки февраль. Он был меньше на сколько? На два дня, да? В этом месяце мы потратили 1362. И скажу, что это все-таки еще на фоне карантина. Все дети дома, все ходят, все постоянно кушают в холодильнику, компьютеру, снова в холодильнику. У нас уже нету три приема пищи. Мне кажется, у нас весь день это сплошной прием пищи. И, естественно, хочется сказать, что, ну, во-первых, мы продолжаем жить на сбережения, которые у нас были, да? Потому что зарплату, кстати, мы получили первую зарплату в феврале. Но это была зарплата Виталика за три дня. Она была незначительная. О всех денежных вопросах и о Виталькиной работе позже, после 10 числа он сам запишет свое видео. А я сейчас хочу рассказать вам о том, что, как вы нам помогаете. То, что, то есть, скажем так, прошел месяц нашей жизни в Польше. И на наш счет, да, то есть мы открыли, естественно, банковские карты, да, для зарплаты. И там, ну, просто, то есть нужно, естественно, ты в Польше, да, у тебя должны быть банковские карты Польши. И я, то есть даже не я, Виталик оставил реквизиты под каждым, начал оставлять реквизиты под каждым видео. Я была очень удивлена, что незнакомые мне люди, да, которых я не знаю, которые, может быть, меня видят там, ну, которые меня начали смотреть, нас, да, не конкретно меня, нас, потому что все-таки канал семейный, начали переводить деньги, причем деньги, знаете, суммы абсолютно разные. Кто-то переводил очень, ну, маленькие суммы, кто-то прям реально большие. И, если честно, это очень поддержало нас, потому что, во-первых, сейчас сложное время, да, я не успела устроиться на работу, точнее, я нашла место для работы, да, но не успела подписать трудовой договор. И ваша помощь, она как нельзя была кстати, и вся моя семья говорит вам огромное спасибо, в частности, я тоже. Ну, это реально, ну, вызывает уважение, если честно, я уже говорила, что когда ты получаешь добро, тебе и хочется делать добро. Вот, поэтому огромное вам спасибо. Ну что, подытожим сумму. Сумма составила 6 766 злотых на семью из пяти человек. Как обычно, прибавляем сюда 100 злотых, потому что, скорее всего, где-нибудь что-нибудь, может быть, какой-нибудь чек затерялся, может быть, еще что-то. Поэтому прибавляем к этой сумме еще 100 злотых, и получается у нас 6 866 злотых. Ну что, давайте вернемся к февралю месяцу и посмотрим, какая сумма была в феврале. Сумма была 5 793 злотых. Ну, скажу, что это примерно 1000 злотых. Я примерно посмотрела, в чем же разница, да, и поняла, что детский сад. Мы заплатили очень много в этом месяце за детский сад. А если вообще, в общем, из всей этой суммы, конечно же, жилье тянет очень много. 4000 злотых, вот, так что это были траты, это был финансовый отчет мой за март месяц. Обязательно буду делать и собирать чеки за апрель. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. А с вами мы увидимся завтра. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok